Признаки экстремизма тем временем нашли в священной книге индуизма эксперты Кемеровского государственного университета. Их заключение стало основой для судебного разбирательства, которое сейчас идет в Томске. Местная прокуратура решила, что пора занести в список экстремистской литературы книгу Бхаковадгита «Как она есть». Подробностью у Александра Медведева, моего коллеги Саш. Что экстремистского нашли в этой безобидной, ну, по крайней мере, на первый взгляд, книге? Да, Никит, спасибо. Никаких внятных признаков там нет. Там есть очень расплывчатые формулировки. И вот очередное заседание суда прошло вчера. Было оно коротким, и судья приняла ходатайство защитников Бхаковадгиты. Они попросили пригласить на процесс уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. И он приедет в Томск, или его представитель, на следующее заседание суда 28 декабря. Кемеровская экспертиза уже вторая в деле против Бхаковадгиты. Бхаковадгиты первая была сделана в Томском университете по инициативе троих местных преподавателей. По ходу разбирательства их заключение было признано некомпетентным. И тогда прокуратура заказала новое исследование. И в нем утверждается, что в книге есть признаки разжигания религиозной ненависти, унижения достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии. Томское общество сознания Кришны, которое защищает Бхаковадгиту, попросило привлечь московских эндологов, но суд отказал. Как реагирует на эту историю в Индии, мне рассказал Юрий Плешаков, представитель московского центра общества сознания Кришны. Послушаем его. Индия действительно сейчас довольно-таки сильный резонанс вызвала эта история. Вот крупнейшая индийская газета Times of India опубликовала соответствующую статью, которая была перепечатана множеством других изданий и телеканалов Индии. И, конечно же, задействована, наверное, это уже об этом в курсе и премьер-министр, и парламент. Вот общественный резонанс этого дела и в Индии, и в России достаточно велик, что позволяет надеяться Кришнаитам на благополучный исход. Но туманность формулировок закона легко позволяет найти в любой религиозной книге удобные для прокуроров признаки преступления. Кроме того, смущает еще и то, что суд назначен накануне Нового года, когда общественное внимание к этому делу будет минимальным. Спасибо тебе, Саш, за то, что ты приковываешь возможными силами... Я очень внимательный ко всему, что происходит в Индии. Да, Александр Медведев рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются в России индуисты и Кришнаиты. В этом часе...